Руководитель управления информацией и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова рассказала, как можно проголосовать за преображение территории в рамках проекта «Комфортная городская среда». Для этого необходимо пройти авторизацию через портал госуслуги или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона. Проголосовать за понравившуюся территорию можно будет с 15 апреля по 30 мая 2022 года на федеральной платформе за.городсреда.ру. Администрация города приглашает жителей Самары принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года». Заявки на участие в конкурсе принимаются с 7 апреля по 8 мая. Предусмотрены номинации «Многодетная семья», «Молотая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья-хранитель традиций». Департамент транспорта Самары в своем телеграм-канале сообщает, что движение автобусов номер 21 и 41 восстановлено. Ранний транспорт пришлось временно пустить в объезд. Причиной тому стала автомобильная авария на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской по направлению к 15 микрорайону. Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко рассказала, как в городе идет месячник по благоустройству. Она выложила фотографии с места ворошения снега. КОНЕЦ